Есть квадраты, причем известно, что сумма площадей этих квадратов бесконечна. Ну, бесконечная площадь. Они могут быть очень маленькие. Но известно, повторяю, что сумма площадей бесконечна. Что этими квадратами можно покрыть всю плоскость. Не обязательно вводить слой, может быть, с перекрытиями, но важно, что при этом вся плоскость будет покрытой. Но ведь плоскость бесконечна. Да, бесконечна. Сразу, может, я говорю, что это? Сразу комментарий. Смотрите, если вы знаете, что у вас есть квадраты, и если вы научитесь покрывать ими квадрат с какой-то фиксированной стороной, то в этом покрытии будет принимать участие конечное число. Когда вы их покроете, то дальше можно сказать простую вещь, что осталась все равно бесконечная площадь, поэтому дальше вы точно так же покроете такой же соседний квадрат, потом следующий, и так далее, и так далее. То есть покрывать вовсе не обязательно всю плоскость. Достаточно покрыть квадрат со стороной. Вот есть конкретный квадрат, но надо покрыть. Легко. Смотрите, упорядочим их по обыванию. После этого мы будем ставить сначала в левый верхний угол, самый большой. Ну и там дальше сдвигаться направо, чуть меньше, и так далее. Легко. Если их нельзя так впорядочить, то в таком случае у нас найдется много больших квадратов, и их покроем и все. А если у нас для любого числа квадратов с большей стороной конечное число, то тогда их можно так впорядочить. Отлично. Будем так прикладывать, прикладывать, я не так как рисовать, но еще в смысле поняли, да? Вот так вот они будут прикладываться, прикладываться. Потребуется конечное количество отрезков. Почему? Почему мы дойдем до края? А во-вторых, это хорошо, что мы дошли до края, но при этом мы же ведь покрыли на самом деле не весь квадрат, а покрыли только... Да, и сделаем такую же операцию. И так по слоям будем... Почему мы дойдем до края? И кроме того, сделаем такую же операцию, но мы здесь передвинулись до некоторую величину. А почему мы передвинемся... Почему, в конце, мы дойдем здесь до края? Да. Мы дойдем до края, то все число квадратов будет бесконечно. Число квадратов бесконечно. Но вообще-то всегда есть такая замечательная штука. Можно иногда идти и так и не дойти до края. Если вы шагаете отрезками длины одна четвертая, одна восьмая, одна шестнадцатая и так далее, то вы никогда не перейдете на одну вторую. Но есть равно, что их площадь, то есть число квадратов бесконечно. Не понимаю. Это как... Господа, да, да. Можно вы... Сейчас подумайте. Да, да. Можно подумать. Задача еще не решена. Это как парадоксик. Легче и макро. Да, да, да. Господа, задача еще не решена. То есть первая идея прозвучала абсолютно разумно. Действительно, квадраты разумно так прикладывать. Но возникает сразу вопрос. Во-первых, почему мы дойдем до краца страны? А во-вторых, почему после этого у нас удастся пройти следующие ответы? В случае того, что она вторая, потом она четвертая, потом она четвертая, но взять сумму внизу и приближать с очень единими. Замечательно. Вот если на двоих еще все поделить, то она будет приближаться в одной вторую. Значит, до единицы вы так не дойдете. Но у нас же с нищей спортом. Площадь бесконечно. Да. Надо как-то использовать бесконечность площади, совершенно верно. А если выходит суммуляцию, то очень бесконечно будет. Да. А может это оказаться, что у нас не будет квадратных знаков? Не слышал. Может это оказаться, что любые квадраты знакомые размеры? Может оказаться. А почему? Они могут любому размеру. Никто не сказал, что размеры этих квадратов обязательно целы. Очень бесконечно. Я замечаю, что отличие России от Европы еще и вскоре. Посмотрите, пожалуйста, насколько же сейчас приятнее, когда они ают на этой штуках. Сейчас жарю. Сейчас жарю. Нет, сейчас жарю, да. И до чего же... Сейчас другая штука. Сейчас в метро особенно. Я вот заметил, что шум поезда метро на самом деле на меня очень плохо действует. То есть, ну, наверное, еще и с возрастом сюда это приходит, да? Как-то я раньше лекцию переносил. Но вот уже прошло очень много лет. Я чувствую, что каждый раз, когда мне нужно ехать в метро, то, что будет вокруг громыхать, очень и очень на самом деле действует. А мне наоборот нравится. Нравится? К сожалению, в московском метро в большинстве поездов очень шумно. Даже скорее не в самих поездах шумно, а вот когда на станции, когда поезд прибывает, то чудовищно громко. Вот, и наоборот, когда вы оказываете метро от других стран, вы вдруг обнаруживаете, что поезда ходят очень тихо. На проекте просто не слышны. Да, да, да. И трамваи тоже самое. А вот это мой видус. Нет, сейчас. Сейчас, Алексей Ильич. Да. Сумма длин сторон бесконечна. Почему? Потому что сумма квадратов бесконечна. Ну, смотри. Значит, давайте начать с этого. Например, нас интересуют только квадраты, у которых стороны меньше единицы. Потому что, если у нас есть квадрат со стороной один или больше, то мы просто накрыли одним таким образом. А если сторона меньше единицы, то что это означает? Это означает, что у нас есть какое-то число, удовлетворяющее документами. Правильно? Смотрите. Сумма сторон должна быть бесконечна. Потому что, если она конечна, то есть некое число, которое больше, чем эта сумма. Если мы возведем в квадрат сумму... Нет. Не значит в квадрат сумму. Просто мы говорим, что а в квадрате меньше, чем а. Поэтому, если у нас сумма площадей бесконечная, то сумма длинных сторон тоже бесконечная. Отлично! Значит, мы с вами совершенно точно дошли до этого концерта. Но мы при этом сделаем вот такой шажочек. Шажочек? Да. А почему же такими шажочками мы сможем дойти до канала? До самого низа? Нет. Смотрим на оболочках. Но. А почему? Это... Это... Это сумма длин... Никто. Нет. Слишком. Нет. Можно когда ему бесконечные отпускаться, пропускаться. Да, да. Хорошая задача, на самом деле, про это дело. Вообще, ребята, практический анализ, да как и всё на свете. Никогда не надо учить по принципу, вам его задали, вы его за две недели выучили. Вот такой принцип. Когда начнёшь, чуть-чуть поучил, потом ещё через несколько лет и так далее, то лет через десять выучишь. Надо начинать как можно больше, как можно раньше. Тогда вы обязательно, к нужному сроку, всё сделаете. Вот отличительный предел свойств. Это... Вот говорить слова, которые вы не понимаете, это уж точно не стоит. Учить — это не значит учить слова. Это значит, учить какие-то идеи, какие-то мысли. А вот и грустно. Я пока не вижу у нас, почему эти полоски заполнят весь квадрат. Пока не могу. Рассмотрим последовательность. Да. Стоящая из длин сторон квадратов. Да. В том, что он в порядке. Это последовательность убывающая. Ну, невозрастающая. 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 Никто после этого. Дороги. Люди, не привыкшие решать задачи бесконечно. Настоящая первая задача. То есть та, в которой решение не требует никаких длинных вычислений. И в некотором смысле проблема ваших стереотипов. Стереотип — это то, к чему вы привыкли. Например, некоторые хозяйки считают, что метла должна стоять в таком-то углу. В смысле? Это упрощенное мнение. Понимаете, да? Женщина держит метлу, и всё. Считает, что она должна стоять в другом месте стоять не может. Нет, чтобы там рядом с собой положить. А тогда же удобно там села и полетела. Нет. Держит метлу каком-то. Вы что это говорили? Прикладываем квадратики. Из-за того, что А квадрат меньше А, рано или поздно мы выйдем за пределы, да? И в этот момент вы должны пойти снова, так? Понимаете. Замечательно. А зачем? Ребята, а мы не пойдём снова. А мы пойдём дальше. Следующий квадрат, следующий квадрат. Давайте просто выложим все эти квадраты по площади. Начнём с самого большого, положим, 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 положим. До бесконечности. Из-за того, что вот это неравенство, и сумма площадей квадратов была бесконечна. Мы дойдём скольку. То есть, на самом деле, это последствия к бесконечности. Отлично. Теперь давайте смотрим, что нам нужно доказать. А у нас будут такие вот квадраты, которые пересекают эту сторону. Правильно? Да. Когда мы дошли до этой стороны. Замечательно. Вот у нас есть какой-то там очередной квадрат. Ну, условно говоря, да? Вот. Хорошо. Какую же полосу, на самом деле, мы здесь смогли. Вот ту полосу, которая ему соответствовала. Правильно? Замечательно. Замечательно. Ребят, вот если я сейчас докажу, что сумма длин вот этих вот отрезочков на самом деле бесконечна, то всё будет сделано. Потому что они идут в порядке не возрастания. То есть, каждый следующий меньше или равен предыдущего. И значит, когда у меня есть такая последовательность, в которой сумма плюс бесконечности, и она не возрастающая, то и на нечёртых местах сумма будет стремиться к бесконечности, и на чёртых местах сумма будет стремиться к бесконечности. А если я, ну давайте я сейчас возьму, там, первый, третий. Почему я не хочу пройти все подряд? Потому что есть проблема, что вот этот квадратик, он так сказать, и сюда, и сюда. Ну, замечательно. Но если я возьму вот эту полосу, которая соответствовала этому, после этого я возьму полосу, которая соответствовала здесь, то они тоже не пересекаются, эти квадратики разные. И так далее. Так, теперь, почему сумма этих отрезков обязана стремиться к бесконечности? Очевидно. Потому что вместе вот с этими первыми квадратами, да, смотрите, у нас здесь происходит просто накрытие наших квадратов, если идти с левого края до правого. Вот у нас был какой-то очередной квадрат, у него вот это, размер в один на один. По лову эти квадратики шли, значит, слева направо, и когда мы рисуем вот такую штуку, то этот прямоугольник накрывает эти квадраты, правильно? Значит, если бы сумма вот такого ряда была бы конечной, то тогда и сумма площадей всех квадратов была бы конечной. А она у нас бесконечна. Значит, такой ряд расходится. Ну, значит, если вы возьмете его первый, третий, пятый и так далее, то это будет тоже стремиться к этой бесконечности. Вы все все поняли? Отлично. Можно вот так вот, получается, выложить? Да? Да, конечно. После того, как вы доказали, уже первый положитель, третий, пятый, второй. Конечно, конечно. Что такое? Он тоже простой и тоже на умении вообще работать с этими самыми бесконечностями. Господа, изменим в условии слово «квадрат» на слово «прямоугольник». Даны прямоугольники, сумма площадей которых бесконечна. Может ли так быть, что ими невозможно покрыть квадрат со стороной один? Возможно. То есть, площадь у вас бесконечная, но из-за того, что это какие-то странные формы прямоугольника, хотя я не очень понимаю, что это формы прямоугольника, наверное, это отношение сторон, да? Вот. Из-за какого-то такого интересного отношения сторон оказывается, квадрат один на один покрыть ими нельзя. Почему? Вот почему. Смотрите, я смотрю, это такие иглы. Н-ный прямоугольник имеет размер 1 делить на 2 в степени n плюс 1 и высоту 2 в степени n плюс 1. Он такой вот очень-очень длинный и очень короткий, да? Да. Ну и так, 1 делить на 2 в степени n плюс 1, так? И, скажем, здесь 2 в степени n плюс 1. 2 в степени n плюс 1, потому что иначе площадь 1, 2 в степени n плюс 1. Нет, сумма еще бесконечная, не важно. Ребята, у нас есть такая штука, называется ширина фигура. Вот есть такая теорема, когда у нас есть фигура ширины 1, а квадрат фигура ширины 1, то ее невозможно покрыть полосами суммы ширин, которых меньше единицы. Маленькая проблема. Коля не помнит доказательства этой теоремы. Называется теорема Ивана Тарского. Вот. И он не читал статью «Спивака» из Мукова. А где те полоски? А он спросил, что у всех ширин будет? Нет, он не решил задачу. Чтал. Он сказал разумные вещи. У него ширины будут такие. 1, 4, 1, 8. У него с единицы начинается последовательность. 1, 4, 1, 8, 1, 16. Они будут суммой стремиться к 1, 2. Это, конечно, хорошо. А почему такими полосками нельзя покрыть квадрат размером 1 на 1? Читайте статью «Покрытие полоска». Мы не можем сейчас все побежать с такими проблемами. А что тогда делать? Это банк Итарский? Это банк. Банк. Польский математик. Банк. Итарский, да. Банк Итарский. Это теорема Банк Итарского. Можно же из перекрытия накрывать. Нужно доказательства. Что-то теорема Банк Итарского. Я сейчас не собираюсь вам рассказывать. Потому что плохо. Но конкретно этот факт легко доказать запасным. Безусловно не арифакт. Нет, безусловно. Научное доказательство такое. Поскольку сумма ширины этих полосок меньше единицы, то никакую фигуру ширины. Один факт нет. Давайте пройдемся без науки. А математик? Быстрее. Итар Васильевич, спасите жизнь. Могут быть тяжелые травмы. Полтавы отдельно от народа. Поэтому травмирует он максимум себя. А нельзя человеку запретить себя травмировать. Я не думаю, что он сейчас специально упадет. Ну вот, может, не хватит московского власти. Так и слышит? Проснулся. Все хорошо. Сам, ребята, есть такая замечательная страна – Португалия. Мы там раньше проводили летние школы. Так вот в этой замечательной стране есть вещь абсолютно дикая для любого мозга человека. А именно, они там искренне считают, что забота о безопасности человека – это его проблема. Ну, правильно. Ну, то есть, представьте себе, мы там пришли к берегу океана, и там такая длинная, длиной больше километра, не знаю как это называется, дорога над океаном, так что волны туда не заходили, такая дорожка, по которой люди бегают… Береговая? А? Нет, не береговая. Не береговая. Есть берег, и от него километр вот прямо в океан. Ну, дело в том, что очень здорово, хорошая погода, бежать… Волнорез. Да, это волнорез. По сути, на самом деле, это волнорез внизу, потому что нужен был порт для кораблей, хорошо, да? Ну, и для пляжей. А люди использовали это для того, чтобы погулять. Отлично. Как бы выглядело это в России? Ну, как? Десяток полицейских с автоматами, входы, понятно, да? И вот, но даже не обязательно, даже больше не с полицейскими. В России обязательно эта дорожка отделяла какой-нибудь решеткой. Почему? Ну, забором. Заборчиком. Причем, более того, если в большинстве случаев забором вызывают ощущение странное, зачем это забор, да? То там это нормально, потому что, если вы там упадете, то вы упадете навсегда. Потому что выплыть из той штуки, ну, это там на высоте, я не знаю, метров десять над морем, и внизу там, ну, как бы… Там скалы. Там рыбаки рыбающие. Где-то скалы, где-то там вода. Просто очень большое количество камней. Почему они не сделают бортики, реально? Никакие бортики. Там есть бортики. Там есть бортики. Там есть бортики до колена. Ну, да. Вот такие бортики, да. Я помню, я ее перевязала. И у меня было полное ощущение, что я сейчас могу там заговориться, сделать пару шагов и иду. А, Сергей Сергеевич, на самом деле это очень приятно. Да. На летней школе, пока взрослые были на пляже… А понимаешь, что ответственность на тебе. Они искренне считаются. То есть, если они сделают там маленький-маленький диск, девизненький бортик, они обозначены. То никаких проблем, все. То есть, у них даже в полиции нету что-то? Нет, в полиции у них есть. Нет, в полиции у них есть для преступников. Где-то там есть полиции есть. Нет. С преступностью у них там кроме преступности намного ниже, чем в Москве. Просто неспособно. То есть, идея, что, например, кого-то убили, это… Ну, они там много лет потом об этом говорить. Действительно. Вот. То есть, там совершенно… Совсем другой уровень в области, чем в России. Вот. Но, понимаете, какая проблема? Вот. Вы чувствуете, что о вашей безопасности позаботились. Но, значит, что все безопасно. Но, если вы, так сказать, перестанете думать, вот, или как у них там устроены усилия… Ты даже просто поразил. Там есть такой… В центре города крепость Святого Йорника, в центре Лиссавона. И представьте себе, там человек может просто совершенно спокойно, в рамках туристического маршрута, зайти на эту самую крепостную стену и обнаружить такую простую штуку, что… Вот представьте себе, вот эта вот крепостная стена. Представьте? Отлично. Представьте себе, что вы идете по этой крепостной стене. Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот тут есть реальная стенка, там абсолютно вертикально. А вот в этом месте будет абсолютно обрыв. В смысле? А даже где же будет зубья? Никаких зубьев, нет. Обрыв – это внутренность крепости. А, да, нет. Зубья невозможны внутри. Зубья – это для врага. Да, да, да. Если настоящая крепость, конечно… Нет зубьев. Вы идете, вот это считается очень широко. Это очень широко? Это тихо широко у них считается. И вы, соответственно, вот отошли. Другой человек здесь прошел. Все замечательно. Дальше. И вы пошли чуть-чуть дальше. И вдруг, когда мы жалеем, что стенка с какого-то момента становится вот такой шириной. И дальше она еще 50 метров такая. И вы идете вдоль этой стенки. И вам навстречу идет такой же, как вы. И вы думаете. Интересно. Он туда? Или он у меня туда? И хоть и в ужас. И вдруг обнаруживается. Да нет, это же в Португалии. Вот. И вы, значит, отца прижимаетесь к стеночке. Изображаете из себя такой мух вдоль стенки. Вот. Он проходит. И вы дальше ползите. Нет. Ну, что это люди, братья, по несчастью. Нет. Это считается абсолютно нормальным. То есть мысль, что туристы начнут друг к другу сбрасывать с крепостных стен, никому в голову не приходит. У нас в таком случае были бы там все, я не знаю, на два места в высоту. Вот. И так далее. Представьте, что тогда бы кто-то включил громкую музыку. Или просто крикнул. Там никого громкую музыки не было. Ой, ладно. Я уже рассказываю. Ирина Борисовна Кронина, может быть, кто-то из вас ее видел, да? Она, ну, скажем так, менее привычна к ходьбе, чем я и Коля. На самом деле она может ходить на большие расстояния, но выглядит она как абсолютный такой вот колобок. Замечательно. И представьте себе, значит, она с нами идет. Но поскольку она на самом-то деле много где ходила и так далее, то она лезет на эту стену, все замечательно. Вот. Лазит, 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 лазит. И вдруг в какой-то момент, да, там все-таки какие-то камеры есть, так что все-таки, ну, работники музея как-то смотрят за всем этим. И вдруг на нас идет работник этого самого музея и, значит, на английском языке говорит, а надо сказать, Елена Борисовна английского не знает. И вот говорит, что вот видно же, что она устала. Может быть, ей все-таки отсюда пора уходить? Прекращайте свою экскурсию. Тяжело ведь на стенки доходить. Коля на меня посмотрел и сказал, видно же, что не устал, не устал. Елена Борисовна спрашивает, Коля, а что это он говорил? Да, да, глупости, здесь ерунду не обращай внимания, пошли дальше. Хорошо. Ерунду не обращай внимания, пошли дальше. Значит, наивный Елена Борисовна идет дальше. Идем, 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 дальше преодолели следующую стенку. Идем, идем, идем. Где-нибудь там через час или через полтора, вдруг идет еще один такой же. И то же самое обращается с теми же самыми словами. Ну, в другом порядке говоря, Коля уже понимает, в чем дело и говорит, мама, я тут все эти глупости не обращаю внимания, пошли дальше. Ну, хотелось человеку погулять, да? Вот. На самом деле, она правда была вполне способна идти. Вот, идем дальше. Где-то через полчаса или через час. У меня, я допустил стратегическую ошибку. Да, Коля допустил стратегическую ошибку. Он захотел съесть, я не понял, что то ли абрикос, то ли что-то. И мы на пару секунд остановились. Когда мы остановились, мы увидели встречу нам. Идут, я не помню, то ли трое, то ли пятеро португальцев. Они шли боевым строем, и было видно, что они сейчас будут объяснять этой женщине, что они думают о ее желании лазать по крепостности. Нет. Если бы они просто пришли, то можно было сказать, что это они бресят. Но проблема в том, что Елена Борисовна увидела машину скорой помощи. Она увидела не машину скорой помощи, а выход из этого дела. И тогда она строго решила спрашивать. Коля, а не кажется ли тебе странным, что с интервала, например, в час к нам подходят люди и задают какие-то глупые вопросы? Ясно, что это неспроста. Коля подумал, подумал и сказал, да, мама, это неспроста. Это они говорят нам, что вообще-то можно уйти отсюда, что здесь есть. Как? Из этого музея есть выход, сказал Елена Борисовна. Ну да, есть выход. Ну, мама, здесь же хорошо. Давайте с тобой. Да нет, Коля, видно же, что ты устал. Да не устал я, говорит Коля. Нет, Коля, ну очевидно же, что ты абсолютно устал. Ты уже дальше идти не можешь. Мама, ну что ты? Могу идти, я хочу идти. Нет, Коля, ты устал, пойдём отсюда. И действительно, мы тогда ушли. Ну, на самом деле, до закрытия музея оставалось полчаса или час, поэтому не сильно мы потеряли. То есть там более-менее весь день. Главное, что ведь устала не она, а я считалась целью. Да нет, она вполне могла бы ещё дойти, как у нас было спланировано. А где скорая приехала? Да никто там не приехал. Приехал, это было... Да, я очень люблю Коля. Это одна из самых симпатичных стран. Она очень похожа на Россию, только лучше. А путевородика тоже? Она очень похожа, потому что там люди совершенно не выпендрёжные. Дело в том, что в Европе же есть много стран с очень высоким уровнем жизни. Ну, где реально огромные зарплаты. Когда у вас безумно большая зарплата, у вас возникает желание... Понятно, да? Повпендриваться. 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 А сначала, когда Греции не нравятся? Я не сказал, что мне Греции не нравятся. Но Греции тоже. Я сказал, что мне нравится Португалия. Так получилось, что мы просто много лет подряд были в Португалии. И что у нас там лучше-выручили. Нет, нет. В Португальском языке? Я не могу поверить. Вы знаете португальцев? Нет. А там много кто говорит на португальском или на английском? Ну, во-первых, все население Португалии – это примерно 10 миллионов. То есть Португалия – это меньше, чем Москва по колесу людей. Не в два, но… Во-вторых, конечно, знание английского там очень усмотрено. Ну, скажем так, объяснить по англесте там практически везде можно. Главное, что у нас уровень знания английского одинаковый. Да, кстати, в этом смысле действительно там замечательно, потому что опять-таки нет Петри уже. Вот нет вот этого ощущения, что там все должны знать на 500 процентов. Сейчас. Смотрите, если рассмотрим вертикальные отрезки в квадратике, Ну, то есть сначала его левую сторону, после этого отойду на одну вторую. От этого отрезки… Ну, в общем… Отрезки вертикальные? Да. Так, чтобы никакие два отрезка нельзя было покрыть… Ага. Топ, ага. Топ, ага. Топ. Извините. Ага. В квадрате есть направление… Да. Которому не параллелен ни один прямоугольник. Ну и что? И в таком направлении есть отрезок длиннее, чем один. Что? Ай… В общем, мы как-то незаметно перешли до этим самым полоскам. Но это удивительно, как вы видите, догадываетесь. И заканчивая антифертизация. Это совсем очевидно. Это совсем очевидно. Можно сделать так. В общем, заменить прямоугольники, чтобы остались только вертикально… Ну, в общем, направление и его перератикулярно. Непонятно. Почему? А косые-то чем? Косые? Да. Можно приблизить… Непонятно. Квадрат же просто. Площадь квадрата со стороной один – это и паница. Смотрите, пожалуйста, как такой квадрат пересекает такая полоска. Мы не знаем. Но… Очевидно, что площадь, которая покрыта полоской, это не больше, чем ширина полоски умножить на… Корень вздуха. Корень вздуха. Понятно? Все. Сумма ширины… Не больше одной вздуха. У любого конечного числа полоски меньше, чем она вторая. Когда вы одну вторую умножаете на корень двух, это получается меньше и девять. Потому что они верны. Да. Единственный вопрос. А почему обязательно будет меньше, чем корень двух умножить на сумму? Диагональ. Нет. А может как-нибудь так хитро быть, что наиклиннейший отрезок будет? Больше, чем диагональ не бывает. Ну, во всяком случае, ребят, вы могли, чтобы не мучиться, это сделать так. Вы могли здесь написать, там, это плюс два, и тогда уж лучше у нас все получится. Более ли идеи? Точно? Вот. Вообще, ребят, идея полосок, она совершенно замечательная. Я советую, что статью прочитать. Она очень красивая и очень свежая. А как укладывается теорема Шевченко? Что? Теорема Банды Тарского. Статья в Кваньте называется «Покрытие полосками». Условать восторг. Продолжение следует.